Добрый день, уважаемые зрители! Вы находитесь на канале Март Лайф на ютубе. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчики и задавайте вопросы, мы обязательно на них ответим. А сегодняшний выпуск посвящен великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Итак, чем же он не угодил Риге, говорит Март. Как вы понимаете, речь идет об основоположнике современного русского языка. Памятник Александру Сергеевичу Пушкину был установлен в Риге в августе 2009 года. В самом центре латвийской столицы появился монумент. Получается 13 лет назад и все это время, как некоторые пишут журналисты, памятник никого не волновал. Ну стоит себе да стоит. На самом деле это вовсе не так. На протяжении 13 лет постоянно раздавались призывы снести памятник. Мол, Пушкин ни разу не был в Риге, никакого отношения к столице Латвии не имеет, ну и так далее. Как сообщает портал пресс.лв, подписались аж 117 человек. Однако шума очень-очень много. Дурное дело нехитрое, как говорится. Примечательно, что автором петиции указан некий Морец Нилс Мангельсонс. В общем, явно не латышское имя, не латышская фамилия и вообще какой-то странный тип. Скорее всего псевдоним. И вот этот товарищ или господин, называйте как его хотите, он почему-то говорит так. Необходимо помнить, какие беды принесла Латвия власть Российской империи и ее правоприемник Советский Союз. Ну, во-первых, когда была Российская империя, никакой Латвии не существовало. Существовала Лифлянская губерния, Остлянская губерния, ну и так далее. Российская империя тогда делилась на губернии. Честно говоря, смешно немножко читать, что Советский Союз, оказывается, был правоприемником Российской империи. Где это такое написано? Обычно говорят сейчас, что Российская Федерация – это правоприемник Советского Союза. Но это после 1991 года, так говорят. Но чтобы Советский Союз был правоприемником Российской империи, как-то, честно говоря, такого мы еще не слышали. Автор петиции заявляет, что одним из символов власти Российской империи и ее империализма является русский поэт Александр Пушкин, памяти которому установлен в Кронвальдском парке в Рике. Тоже, конечно, заявление очень странное. Причем здесь Пушкин и империя. Пушкин – это поэт. А поэт – это литература, это язык родной для многих жителей Риги и Латвии. Кстати, социологи выяснили, что большинство жителей латвийской столицы языком общения выбирают русский. В этом даже смысле Пушкин, в принципе, получается вполне рижский поэт. Пушкин в своих произведениях поддерживал нападение Российской империи на Кавказ и геноцид его жителей. Ну, честно говоря, тоже какое-то странное утверждение. Давайте задним числом все оценивать. Как говорится задним умом, мы все сильны. Какой геноцид? Тогда даже слова такого не было. И потом, почему Кавказ? Причем здесь Кавказ? Очень странно. Ну, хорошо. Но давайте вспомним тогда Прибалтику современную, что Российская империя дала Латвии той же или, например, Риге. Этот город был один из самых процветающих в Российской империи. И машины первые в империи, и велосипеды, и резиновые производства. Чего здесь только не было. Вагоностроение, а потом в советское время и радио, и музыкальные колонки, и Зинтерс парфюмерная фабрика, молочные комбинаты, мясоперерабатывающие заводы, рыбоконсервные заводы, колхозы, опять же, рыбные. Теперь обычно говорят, что все это ужасно, все это страшно, но не секрет, что во времена Российской империи и была сформирована латышская нация, так потом в советское время шло бурное развитие Латвии, гигантское количество денег освоено было на территории Прибалтики. Ну, в общем, ясное дело, что нападение Российской империи на Кавказ, геноцид его жителей притянут за уши к Пушкину и к Латвии, и вообще ко всему, что происходит в Прибалтике. По ужасу Александр Сергеевич говорил о том, что страны Балтии, входившие в состав Российской империи, Пушкин называл «малой Россией». Но, опять же, если вспомнить, то никаких стран Балтии не было в составе Российской империи, поэтому это совершенно абсурдное утверждение. Страны Балтии или, как в советское время говорили, Прибалтики, республики Прибалтики, они сформировались после Великой Октябрьской социалистической революции в 1917 году. Еще автор петиции говорит, что территория Кронвальдского парка должна быть освобождена от наследия русского империализма, это лишит российского посольства возможности продолжить использовать памятник для распространения своего нарратива и поддержки российского империализма. Но что такое российский империализм? Это все термины советского воспитания. Судя по всему, автор петиции учился в советское время, но и вот эти тезисы о право нации на самоопределение, империализме, и все это он, наверное, почерпнул из учебников марксизма-линизма, которые он изучал где-нибудь в Латвийском университете или, может быть, в другом месте. Напомним, что не так давно памятник Пушкину был осквернен, его облили краской, но никто из известных политиков не судил это варварство, как будто так и надо. Напомним также, что в Латвии снесли памятник к освободительным Риге от немецко-фашистских захватчиков и много других монументов, посвященных Красной Армии. В общем, некоторые жители Латвии явно хотят отказаться от своего прошлого, но как можно отказаться от прошлого? Это тоже самое, что сказать, что я не был пионером, я не был октябренком, я не родился в Советском Союзе. Ну, я родился в Советском Союзе, да, я был пионером, октябренком, консомольцем, кстати, я был. Ну, как я могу от этого отказаться? Многие современные деятели Латвии были даже коммунистами, а потом вот во времена уже независимости они стали известными политическими деятелями и жуткими антикоммунистами. Но, тем не менее, нельзя же опускаться до такой степени, что в детстве читать стихи Пушкина, а сейчас вот говорить чушь о великом русском поэте. Понятное дело, некоторые политики стараются воспользоваться моментом и, в общем, поймать волну и на ней прокатиться светлое свое будущее, чтобы получать зарплату депутатскую или министерскую, ну, или чиновническую на худой конец, и способиться, в общем, пристроиться в каком-нибудь теплом местечке. Ну, а для этого нужно заявить громко о себе в соответствующем духе. Может быть, этот человек читает стихи Пушкина, но он говорит о победобесии, о российском империализме, ну и так далее. В общем, есть такие сегодня перевертыши, которые вчера говорили одно, приходили пантику освободителям Рига от немецко-фашистских захватчиков, а сегодня они говорят о том, что 9 мая – это день оккупации и так далее, и тому подобное. Кстати, говоря о Российской империи, нужно отметить, что Рига – это сугубо имперский город. После войны 1812 года, войны с Наполеоном, город был отстроен. Дома в знаменитом югенстиле, в модерном стиле появились как раз во времена Российской империи. Многие туристы специально приезжают в Ригу, чтобы полюбоваться именно этими зданиями. Так что, давайте снесем их? Так получается. По большому счету, в Риге много-много имперского. И сносить здесь можно практически до бесконечности. Так можно дойти до абсурда, снося все и вся. И тогда не только территория Кронвальского парка будет освобождена от наследия русского империализма, но и вся Рига, а там можно и до всей Латвии дойти. А что? Ну, автор петиции же призывает к освобождению от наследия русского империализма. Но где здесь начало, где конец? Как говорится, маразм крепчал. Возникает закономерный вопрос. Ну, хорошо, уберем мы Пушкина, уберем мы все российское. А что взамен? Что? Итак, много уважаемых зрителей, вы смотрели воскресный выпуск «Говорит Март». Чем Пушкин не угодил Риге? Ставьте лайки и высказывайте свое мнение. Мы обязательно ответим на ваши комментарии. Смотрите другие видео на канале Март Лайв. До свидания, до следующих встреч.